Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И, как всегда, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в городском округе Люберцы. И приглашаем сюда, в нашу студию, самых разных гостей. Гостей не только, которые оказывают определенное влияние на нашу жизнь здесь, в городском округе Люберцы, но и людей, которые вообще оказывают возможное влияние на жизнь многих. И сегодня у нас в гостях руководитель Московской школы гипноза, психолог Геннадий Аркадьевич Гончаров. Здравствуйте, Геннадий Аркадьевич! И я так понимаю, что слово «гипноз» сейчас сразу же приковало к экранам огромное количество людей, людей, которые, ну, скажем так, услышав его, сразу ощущают, что, видимо, процесс пошел. Вот давайте мы сразу же расскажем им, этим замечательным нашим телезрителям, вообще, каждый ли обладает даром гипноза? Я имею в виду с точки зрения вас, как человека, который руководит целой школой. Как у вас это получается? Ну что ж, доброго времени суток всем. Значит, это традиционный вопрос, который я всегда задаю. Ну, естественно, конечно. А что такое гипноз? А можно ли этому научиться? И вообще, что это такое в целом? И жизнь станет лучше. Да. Ну вот вы сами тут, я так смотрю, готовились, и вроде как нашли ответ, что это сон. Это, оказывается... Дренегреческое. Да, что это на самом деле не совсем сон. Так оно и есть. На самом деле, это очень сложная наука, я бы так сказал, потому что ей занимались и Бехтерев, наш великий физиолог в Санкт-Петербурге, в знаменитой военно-медицинской академии, и Милтон Эриксон, и многие другие люди. Сейчас это исследуют в Америке, в Китае очень сильно. Но там... Это как бы разное направление, или все-таки это... Называется по-разному. По сути, речь идет об особом состоянии сознания, о каких-то ресурсных возможностях человека, о каких-то резервных возможностях. Может быть, это связано с тем, что, ну, по последним данным, опять же, они неофициальные, может быть, но мозг вроде бы там на 2% всего лишь исследован. Это действительно так? Ну, кто-то говорит на 7%, в некоторых случаях на 10%, но я хочу сказать, что это 100%, когда мы находимся в каком-то творческом состоянии, мозг работает значительно лучше и интереснее. И вот тут парадоксальная стадия. Чем это йоги индийские доказали, ну, это уже, естественно, подтверждено сейчас, что медитативные практики, они очень похожи на самогипноз. Когда человек, казалось бы, погружается в состояние, похожее на сон, мозг пробуждается. Вот это парадоксальная стадия. Но, может быть, поэтому, когда мы видим сны, ведь мозг, получается, работает, иногда сны бывают такие активные, что наша жизнь реально гаснет по сравнению с тем, что у нас во сне происходит. На самом деле, со снами тоже всё много интересного там. И есть сны, которые сбываются, есть сны, которые нельзя рассказывать, есть сны, которые стоит рассказывать, есть сны, как продолжение дня, и есть вещи сны. И это очень близко сопоставимо с тем, чем я занимаюсь. Я вообще-то занимаюсь больше самогипнозом. Ну, мы сейчас обязательно об этом поговорим, потому что всё-таки вы руководитель целой школы, и я думаю, что просто даже интересно понять, как это регулируется вся эта система. Но как вы почувствовали? Вот вы проснулись и вдруг сказали, я гипнотизер. И вообще, есть такое слово гипнотизер? Гипнолог. Гипнолог. Было время, когда эстрадных исполнителей различных, так сказать, одарённых людей, которые демонстрировали необычные возможности. Например, вот с Вольфом Ессингом, и у нас были и другие люди, такие как Юрий Горны, значит, Валерий Авдеев. Они демонстрировали некоторые возможности, которые, ну, называли чтением мыслей. Это не совсем чтение мыслей. Да, на расстоянии, я помню. Это идеомоторика. Значит, идея, мотор движения. То есть, если мы возьмём человека за руку, то мы можем почувствовать некие импульсы. И чувствительные люди могут развить эту способность, ну, и, ну, как бы так сказать, в этом направлении достигли определённых результатов. Ну, согласитесь, там даже, по-моему, разница температуры. У кого-то холоднее тело, у кого-то теплее. Всё имеет значение, включая даже биение сердца, частота, пульс. Всё имеет значение. Я сам исполнитель подобных опытов, и я знаю, какой ценой это даётся. И сразу скажу, что если вы видите мастера, там, менталист называют, или там некий, я не знаю, фокусник, не фокусник, но если он с улыбочкой на лице демонстрирует какие-то опыты, там, читает мысли, то это всё неправда. Всё-таки это даётся очень с большим сосредоточением, и настоящие способности надо уметь отличать от вот таких вот опытов, как у Акапиана, к примеру, там, верёвочки. Да-ля-ля, помните, он пел, да? С юмором, шутками, это уже, соответственно, значит, здесь какой-то изъян. Говоря о гипнозе, вот сегодня телевидение, да, начинает потихонечку муссировать эту тему, да, показывает фильмы про разных известных личностей, вспоминает. В 90-е тоже был такой период, когда появились самые разные люди, которые говорили, что обладают какими-то способностями. Вот скажите, ведь вы тоже выступали, я так понимаю, как на эстраде, как это можно назвать? Как это? Не актёр же? Да, тогда я называлась программа «Резервные возможности человека». Кстати, у меня первая запись трудовой книжки – артист оригинального жанра. А, оригинального жанра, точно. Так, и что входило в вашу работу вот в это выступление? Значит, первое, что это было советское время, необходимо, надо было доказать. И, соответственно, в дни психиатрии Минздрава СССР рассматривали программу на то, чтобы она была полезной для здоровья, или хотя бы не вредили, а потом в Министерстве культуры, там меня лично так просматривали, на художественную ценность программы. Насколько я красиво говорю, насколько литературно, насколько художественную ценность программа имеет. Тогда надо было получить вот эти разрешения, и ты мог выйти на сцену и демонстрировать какие-то необычные возможности. Они у тебя были, конечно. А какая стояла вот задача? Вы получили все разрешения. Для меня, например, это открытие, что, оказывается, вас просматривали... Ну, мы же в советское время жили. Вы думаете, что Вольф Мессинг просто так вышел, захотел... Ну, это вообще не будем вспоминать в суе, да? А скажите, вот вы выходили тогда на сцену. Люди-то чего хотели от вас, как от артиста оригинального жанра? Люди всегда хотели зрелищ со времен Древнего Рима. Хлеб есть или хлеба и зрелищ, или хотя бы зрелищ вместо хлеба. Иногда и такое бывало, значит, чтобы переключить внимание людей. Возможно, это надо было, соответственно. Но, тем не менее, значит, все равно люди любят чудо, хотят убедиться в каких-то необычных возможностях. И я хочу сказать, что демонстрация этих способностей всегда с их использованием идет. Они даже иногда этого не понимают, да? Я сейчас открою некоторые тайны своей профессии. Давайте. В северзале сидит 500 человек абсолютно негипнабельных. И я тоже это делал. В свое время на базе тогдашнего КГБ в Домоотдыхе, Озера и другие собрали подготовленных офицеров. Молодые лейтенанты, подготовленные, ну, даже капитаны и выше были. И сказали, у вас ничего не получится. Я говорю, ну, хорошо, давайте попробуем. Мы же ничем не рискуем, так сказать. Это же ведомственная организация. Это не эстрада, где люди заплатили за билеты. Ну, КГБ, да, это красиво. Вот, люди расслабились, выходит, молодой парень, я никогда не внушал какого-то страха своей публике, соответственно. То есть вот так вот не смотрели в камеру. Да, я суды еще выходил. Ну, и народ расслабился, соответственно, бывалые люди, прошедшие и Афганистан, и многое что, соответственно. И как-то незаметно они попали под мое влияние, у них сцепились руки. А секрет заключается в том, что если даже собрать 500 человек, то есть 10% станут гипнабельными. То есть они как бы берут энергию оставшихся людей, замыкают их на себе, и с ними происходят удивительные процессы. Или наоборот, очень гипнабельных собрать, отобрать их по всей России, к примеру, собрать в одном зале, и вдруг 90% из них станет не гипнабельными, а та же десятина станет гипнабельной. То есть из этих 500 человек гипнабельных 10 человек замкнут на себя нечто, какую-то энергию или эмоции, или чувства, и будут аккумулировать их в себе, и станут гипнабельными. И с ними можно демонстрировать различные чудеса. Ну вот о чудесах, да. У нас мало времени, да. Я уверен, что, конечно, думают, ну сейчас будут гипнотизировать. Нет, мы сегодня этим заниматься не будем, потому что у нас немножко другая цель стоит. Но тем не менее, вот насколько я понимаю, вы говорите 500 человек, да, вот как человек, который тоже, например, ведет какие-то мероприятия, я знаю, что если у тебя 10 человек, с ними трудно сотрудничать. Если у тебя 500 человек и более, то с ними проще сотрудничать, потому что это какой-то такой, извините за грубое слово, эффект толпы. Коллективное сознание. Коллективное сознание. Это нужно делать. Один на один. Да, это нужно индивидуально, допустим, какие-то зависимости. Пищевая зависимость, ну не знаю, алкогольная зависимость, компьютерная сейчас зависимость, это целая тысяча нашего времени. И вот я как руководитель Московской школы гипноза, у меня же команда еще работает, люди талантливые, в этой сфере, ближе к гипнозу, все-таки к психологии, может быть, немножко к медицине, пожалуй, нет, потому что еще не считают человека, который зависит от компьютера, больным человеком, еще не считают, слава богу. Так вот, это нужно индивидуальный подход, потому что у каждого свои нюансы, свои настройки и свои запросы. Да и в группе никому неохота слушать про чужие проблемы. Да, конечно, каждый про себя же. А вот если говорить о каких-то общих факторах, допустим, преподавания или демонстрация, то эффект лучше достигается, и эффекты всегда лучше в группах. Ну вот мы говорим об энергетике сейчас. Насколько я понимаю, что каждый человек обладает какой-то энергией. У каждого человека есть какая-то своя атмосфера, даже температура тела может подойти, может не подойти. А это очень серьезно, потому что от этого появляются у нас друзья, от этого, возможно, появляются наши враги, от этого, возможно, появляются наши семейные какие-то узы, от этого и разводы бывают. Вы произносите очень хорошие слова. Ну вот, да. Очень точные слова. Значит, вот это главное. И формируются и наши друзья, и наши враги, и наш успех. Иногда достаточно одной секунды, ну не одной секунды, может быть, двух-трех минут, чтобы понять, что это твой человек, что с ним будет легко, и хорошо, и комфортно. И сейчас очень много запросов на то, чтобы найти свое предназначение. И еще как бы личные какие-то, многие успешные люди, ну как бы в семейном плане не всегда успешны. И иногда наступает такой момент, что складывается. Бывает даже, что это и в среднем таком возрасте. Ну говорят, что у нас, опять же, очень мало семейных пар, которые живут по любви. Ну как, вроде бы должно быть, а живут, потому что они как-то привыкли уже вместе жить. Да или надо жить вместе. Я считаю, что в какой-то мере надо заранее формировать свое счастье, создавать его в своем воображении, потому что мир постепенно становится таким, каким мы привыкаем его видеть в своем воображении, в своих мечтах, в своих фантазиях. Эти мечты и фантазии уплотняются, формируются, превращаются в какой-то плотный образ, и это сбывается. Вот о сбыче мечт, как говорят у нас в некоторых телевизионных каналах, мы поговорим чуть позже, потому что все-таки есть московская школа гипноза. Людей, которые практикуют гипноз, вроде бы мы слышим о них много, и вот чем занимаетесь конкретно вы, и почему вы целая школа, мы узнаем через некоторое время в программе «Открытый диалог», в продолжении нашей программы. Напомню, что вы смотрите программу «Открытый диалог». Сегодня у нас в студии руководитель московской школы гипноза Геннадий Гончаров. Геннадий, что такое московская школа гипноза? И вообще слово «школа» здесь, я так понимаю, вы уже говорили, какое-то количество у вас есть людей, которые там работают. Чем вы занимаетесь? Что вы даете миру? Во-первых, само название школы говорит о том, что все-таки это обучение. Я сторонник того, что людей надо обучать саморегуляции, что людей обучать надо правильным техникам влияния на самого себя, что людей надо обучать питанию, образу жизни, потому что так получилось, что нам это не додали. Иногда здоровый образ жизни зависит от того, что мы правильно или неправильно делаем. И я считаю, что это моя миссия. Это правильно я понимаю, что человек все-таки слаб? Слаб человек, особенно что касается зависимости и привычек, то действительно слаб. Я могу сказать о том, что я сам вегетрианец, к примеру, и не ем мясо вот уже 25 лет. Я не ем лук, чеснок, грибы. Я понимаю... Остается спросить, что же вы тогда едите? Остальное все ем, но не в этом дело. А в том, что я понимаю, как никто другой, какой ценой дается победа. Победа над какими-то привычками. Что человек не может бросить курить. И я понимаю, что когда-то мне самому пришлось пройти эту стадию, но в отношении кофе, к примеру, я был, я любил кофе. А что, кофе так плохо? Нет, он хорош, но для каждого же по-разному что-то свое есть. Посмотрите, я курить тоже бросил, да, 11 лет назад. Но кофе нет. И от лука с чесноком я не могу отказаться. Это значит, что надо, просто надо знать, потому что это лекарство. Что твое, что не твое. Чеснок – это тоже лекарство. Если бесконтрольно что-то принимать и не понимать, зачем ты это делаешь, или тебе это мешает или помогает, но если ты точно знаешь, что тебе надо делать, и знаешь, как это сделать, то тогда и будет хороший результат. Сейчас все-таки я хочу сказать, что должны быть какие-то инструменты помощи людям. Я считаю, что аутогенная тренировка – это разновидность такого самогипноза или особая медитация. И мы воспитаны в таком технократическом обществе. Если человеку еще раз объяснить, если, допустим, хорошо реализовать позу, максимально удобно сесть, реализация позы, тогда надо задать вопрос, а зачем мне эта поза нужна? Я ему тогда объясняю, что если он сидит неподвижно, расслабились мышцы рук, ног, мышцы спины, то в мозг не идут сигналы, мышечная активность – это имеется в виду. Ну, работы нет, да, как бы для мозга в отношении. Наше сознание пребывает в своей форме, в чистом виде, и тогда человек способен видеть яркие, красочные образы. Он может задать себе вопрос, допустим, какой-то очень важный, и увидеть очень оригинальное решение этого вопроса. То есть он может задавать как бы вопросы о своем подсознании, то есть установить контакт с коллективным бессознательным, с общим полем, как говорил Вернацки, с ноосферой, но можно так сказать, неважно. Главное, что мы получаем какие-то техники, которые очень хорошо работают. Потом сама по себе релаксация очень полезна для здоровья. Современный человек перегружен информацией. Может быть, здесь главная проблема в том, что, как говорил один философ, все, что я предложу себе, я всегда это докажу, причем как плохое, так и хорошее. То есть если я скажу себе, что ты устал сегодня, ну, пойди, возьми стаканчик вина, ты выпей. Скажешь, да, ты устал, выпей. Либо наоборот, ты, конечно, хочешь выпить стаканчик вина, ну, ты же крепкий, что ты, не надо. И второй доказывает. Я о чем говорю? Правильно ли самое главное, что человек просто не умеет с собой разговаривать? Это тоже. Тут еще я хочу продолжить свою мысль, что нужна перезагрузка людям периодически. То есть как вот перезагружают какую-то аппаратуру, допустим, тот же компьютер. Бывает и такое. Вроде все работало, и вдруг надо перезагрузить его. Значит, причина есть всегда. Так и человеку нужно перезагружаться. И он перезагружается во время сна. Но, естественно, сон не дает релаксации. Не все умеют расслабляться, не все умеют войти в это состояние. Но если мы перезагрузим себя вот в таком вот медитативном состоянии, включая даже, знаете, молитвенное сознание засчитывается, в принципе, для некоторой категории людей. Я хочу, чтобы современные люди получили инструмент, с помощью которого они могут помогать самому себе. Если человек хорошо расслабился, разогрелись мышцы рук, мышцы ног, разогревание крови, происходит улучшение иммунитета. Вокруг нас тепловое поле, есть тепловая подушка. Это кокон своеобразный. Он играет защитную роль. Он есть на самом деле. И это научный факт, потому что с помощью тепловизора даже проводится исследование, когда человек погружается в такую же релаксацию, но вроде самогипноза. Почему индийские йоги, они очень ценили самогипноз? Ну, взять в Японии дзен, буддизм. Это одно и то же. Да, да, да. Особое состояние сознания, в котором человек может на себя влиять. Но ведь нужно знать и технику, и правила. И этому я, собственно говоря, обучаю и провожу различные. Но вот тут, опять же, важный момент. Самое главное, то, о чем вы говорите, ну, как мне кажется, это то, что любой человек очень редко обращает внимание на себя. То есть он, например, хочет любви, он хочет счастья, он хочет счастья своим детям, он хочет хорошо работать, получать большие деньги. Но он не всегда понимает, что иногда этого всего можно добиться, действительно договариваясь с собой и пытаясь себя как-то конструировать. То есть, правильно, это самоконструктор такой. Слышит себя человек лучше всего в таком вот медитативном состоянии. Когда он отключился от суеты внешнего мира, тогда он может услышать и свое сердце, и свои потребности. Я знаю, что вы участвовали во всемирном конкурсе гипнотизера в Японии. Так он, да, называется? Ну, назывался он «Необычные люди мира». Да, «Необычные люди мира». Понятно, что это тоже немножечко так шоу название отдаёт, да? Далёкий 1992 год. Тем не менее, 90-е годы они такие серьёзные. Вот расскажите об этой истории. Что вы там такого «натворили» в кавычках? Ну, меня пригласили, во-первых. Японская сторона сама выбирала, кого пригласить из-за известных людей в России. Ну, было несколько человек. Ну, так получилось, что пригласили меня тоже, соответственно. Я показал свою технику. Я её не ценил, на самом деле, высоко, и не ожидал получить хороший результат. Она называла «Регрессия». Регрессивный гипноз. «Путешествие в страну детства». Я её тогда для себя называл. Ну, я был молодой, мне туда было от 28 лет до 35, наверное, когда я её разрабатывал, соответственно. То есть назад в прошлое? Да. Отмотать ленту времени, чуть ли не к самому зачатию или рождению, и так далее. Ну, я реалист был. Я не лез в какие-то прошлые жизни, хотя предполагаю, что, может быть, есть и такое. А я по этой жизни, но пустил человека по вехам таким, где позитивные моменты. Вот обычно многие регрессологи, гипнологи, психологи работают, что-то вспоминают плохое. А я пошёл иным путём. Японцам это очень понравилось. Я работал с борцом сумо, известным в Японии спортсменам. Таким солидным уже человеком. Сами японцы-то они худенькие, такие небольшие все. А вы взяли сразу крупного? Нет. Чем выше мышечная масса, тем гипнабельнее человек. Я ему внушил, что ему 5 лет, отправил его в 5-летний возраст. А так как он был гипнабельным человеком, то приборы показали, что физиологически он там. То есть изменили все показатели. То есть на нём ещё были приборы, да. Японцы не такие наивные, как русские. Они всё проверяют. Да. То есть, во-первых, чтобы не было вреда человеку. Первое условие было, ну, чтобы всё было полезно. Чтобы он не остался в 5-летнем возрасте. Потом их интересовала практическая сторона. То есть наверняка они с этой целью приглашали это необычные возможности посмотреть. Ну, понятно, да. И вот скорость распространения пульсовой волны, гемоглобин, эритроциты, лейкоциты. Ну, бог весть, какие все показатели, как у 5-летнего ребёнка. Я ещё сделал подарок, так называемое постгипнотическое внушение, на полгода. И в эти полгода японские исследователи приезжали ко мне в Москву сюда. И уговаривали приехать туда. И вот, в общем-то, там 22 члена жюри, они единогласно посудили мне первое место. В чём тоже такой момент, в Японии не принято демонстрировать эмоции. Не принято показывать чувства свои. Они вскочили с мест, для них это было чрезмерно, они не смогли этого удержать. То есть показали-таки чувства. Да. Хорошо. Ну, и так получилось, что я получил вот такую награду. Всем вас и поздравляю. Ну, я вот приготовил сегодня ещё одно устройство. Вот, вы же не зря сказали про датчики, да? Тоже японское, кстати, устройство. Насколько я изучал вашу биографию, вы хорошо с числами как-то работаете. В чём здесь секрет-то? Я могу возводить любые числа, в любую степень, извлекать корни, факториал вычислять его у меня. Ну, и какие-то другие вещи, допустим, с цифрами, всё, что связано с цифрами. Вопрос сначала такой, зачем? Зачем ваш мозг это делает? Понимаете, мне нужны были доказательства каких-то моих техник, что ли, моей логики, насколько верно я мысляю. То есть это логика? Это не просто память, это логика? Сочетание этих качеств, я бы так сказал. А был такой момент, когда вот что-то не идут эти цифры? Бывает? Ну, все люди, мы все люди всегда, если настоящая демонстрация возможностей, то человек может ошибаться, но он должен поправиться, если он действительно умеет это делать. Ну, давайте попробуем. Ну, мне какое-то надо назвать число или как? Давайте так, начнём с однозначно. Назовите однозначное число, ну, до седьмой степени включительно, а пока вы будете считать на машинке, я буду... То есть мне надо перемножить эти числа? Ну, возвести в степень. Ну, хорошо, то есть мне, например... Ну, называйте пока число. Однозначно. Однозначно, 8. Ну, давайте 8. 8. Ну, красиво, говорят, что восьмёрка красивая числа. Какую степень возить? Ну, давайте умножим его... Давайте, наверное, в четвёртую, да, попроще. Да, побольше, ну что ты? Так я же ещё и сам же хочу. Ну, да чуть побольше, слушай, ну что? Ну, давайте в 12-ю. Нет, ну, до седьмой включить. Так, сейчас, я должен же включить аппарат, подождите. Я пока буду считать. Да. Значит, во сколько, какую степень? До седьмой включительно. В седьмой степень, всё. До седьмой. Всё, я пошёл считать. Я, а вы... Ну, давайте я вам... Восемь седьмой степени. Восемь седьмой. Да. Я вам все сейчас ряды посчитаю. Восемь седьмой. Не торопитесь. Да, да. 2 миллиона 97 тысяч 152. Точно. Вот смотрите, я вот, я клянусь, да, вот, пожалуйста. Вот. 2 миллиона 97 тысяч 152. Ну, а теперь расскажите. Да, значит, да. Может быть, вы специально меня заставили, что я бы выбрал восьмёрку и сказал её седьмой степенью. Я как-то на квартире какого-то известного академика, фамилию запомните, не запомнил просто, там собрались математики. Так. Московские, в третьем поколении. Ага. Они говорят, ну, что ты там с цифрами можешь вообще в математике? Я говорю, ну, как бы, давайте попробуем, посмотрим. Значит, я возводил им степень, извлекал корни, там, вычислял факториал в уме, всё, что угодно. В конечном итоге они сошлись и говорят, мысли читают. Мысли читают, типа, значит, не может этого быть, собственно говоря. И после этого напились, и меня изгнали, соответственно, из своего общества. Сказали... Ох, ох, не приходи, будь. На течение математики. Да, самое последнее. Вот мы поговорили о важном, об энергетике, о том, что человеку на самом деле нужно понять, что он... А я мысли не читаю, извините. Не читайте мысли. Я возвожу в степень. Ага, понятно. То есть мои мысли вам сейчас не веданы? Мысли высших недоступны, мысли низших неинтересны. Так что нет смысла развивать эту способность. Понятно. Мне остается понять, в какой мы степени находимся. Я просто хочу, чтобы наши телезрители понимали, что наш разговор идёт, ну, на мой взгляд, идёт, делает основное, скажем так, своей целью, что каждый человек должен сам с собой заняться и сделать себя лучше, чище, и тогда вокруг вас, все люди, которые вокруг вас, он тоже станет гораздо проще. Но последнее, что я хотел бы узнать в нашей сегодняшней программе, конечно, за то время, которое нас в эфире очень хочется много узнать, но не всегда это возможно. С точки зрения человеческого, очень простого, плохой, хороший человек, плохой поступок, хороший поступок человек делает, совершает. Иногда нам это неведомо. Вот как вы считаете, с помощью аутогенной тренировки, да, вот вы, которой вы занимаетесь, человек может как-то стать лучше просто? Не для себя только, а для общества? Обязательно. Вы даже не представляете, сколько делается в этом направлении. Я веду курсы, уже 6 сезонов отвёл, теперь модно говорить сезон. Так, сезонными, конечно. Сезон длится один месяц. Онлайн, для пенсионеров, для неимущих людей, для людей, может быть, и имущих, но которые живут далеко от Москвы, в Подмосковье, в Якутии, где угодно, в Америке. Онлайн позволяет. Был бы компьютер, и они видят Гончарова и пишут в чате, задают какие-то вопросы. Я веду с ними практику аутогенной тренировки. Это не то, что я кого-то там усыпляю. Нет, не то. Я хочу, чтобы люди работали над собой, имели входить в особое состояние, разогревать своё тело, вызывать какие-то возможности резервные. И вот у меня есть книга, я вам её дарю. «Высшая ступень аутогенной тренировки». Её 20 лет, между прочим, писал «Каждое слово на вес золота». Значит, вам. То есть, пора заняться мне. А режиссёру будет вот запись самоавторская. Значит, это курс аутогенной тренировки на сиде. Ну, то, что люди должны делать каждый день, допустим, вечером перед сном, погружаться в такой сладкий мир, в нирвану, в блаженство, где восстанавливаются силы, где человек получает доступ, наверное, к божественному или к чему-то очень сакральному, к своим возможностям, к своей сути обращается. И самое последнее, очень коротко, вот если бы вам адресовали такой вопрос. В чём ваша миссия? Делать добро. Я верю в то, что когда мы окажемся там, наверху, предстанем, то только добрые дела будут иметь значение, которые мы сделали в этой жизни. И надо спешить делать добрые дела по возможности. Но ведь это самая дорогая валюта во Вселенной. Но ведь можно воспользоваться, если человек называет себя гипнологом, сейчас я не только вас имею в виду, но и ваших коллег, они же всё-таки есть. Ведь гипнолог может на тёмную сторону перейти? Знаете, сила слабеет, человек, если он переходит, делает какое-то зло. Потому что зло легко сделать, а добро очень сложно сделать. И когда ты утверждаешься в каком-то верном направлении, то твоя сила растёт. То есть я вот слабею, когда, допустим, не мог помочь человеку. Второй раз надо... А если я помог одному, 5, 10, 20... Уверенность в моих силах опять же растёт, растёт в методике и передаётся тем клиентам, которые ко мне приходят. И в корне растёт, если говорить о числах. Ну, это я и так умел. Спасибо вам огромное. Напомню, что сегодня у нас в гостях был Геннадий Гончаров, руководитель московской школы гипноза, психолог. Спасибо большое. Надеюсь, что кто-то задумался над тем, что сегодня то, о чём мы сегодня говорили в нашей программе. Программа наша называется «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»